Ученикам Янышской школы Чебоксарского района не до скуки. Там организовали работу спортивных секций и творческих кружков. Причем не только для них, но и для школьников ближайших сел и деревень. Мой коллега Дмитрий Ковалев увидел, как проводят свой досуг дети. Ученица 8 класса Екатерина Морозова признается, что раньше она панически боялась воды. Побороть эту фобию помогли частые занятия с тренером. В школе деревни Яныши для учеников оборудовали сразу два бассейна. От желающих поплавать нет отбоя. Мы здесь занимаемся часто во время уроков и после. Еще иногда бывают тренировки вечерние. Непростая будет бассейна и во время каникул. Сюда на занятия по плаванию приезжают ученики из других деревень. В спортивном зале в самом разгаре баскетбольный поединок среди школьных команд. Ребята говорят, что каникулы для них хорошая возможность подготовиться к будущим играм. Мне нравится этот вид спорта, баскетбол. По мне он самый нормальный. Я ученик из Чешокосинской школы. Приезжаем сюда играть. Товарищеские матчи устраиваем с Янушскими. Постоянные тренировки приносят свои плоды. Ученики этой школы часто занимают призовые места на районных и республиканских турнирах. Радует то, что наши учащиеся, соревнуясь с такими школами, где количество учащихся превышает 300-500 учащихся, наша школа, наши ученики приходят с призовыми местами и победителями. Юные краеведы в дни весенних каникул продолжают изучать историю республики. Преподаватели вместе с ребятами собирают топонимы, пишут статьи и даже ставят пьесы. В основе этой постановки лежит древняя легенда о встрече императрицы Екатерины Великой с детьми во время поездки по Волге. В 1767 году Екатерина II по пути из Нижнего Новгорода в Чебоксары ехала по Волге и на отдых остановилась на острове. Екатерина Великая попросила, чтобы девочка принесла для них свежего меда, яиц и масла. Девочка выполнила просьбу Екатерины II, она была очень довольна и в знак благодарности она просила начертить план этого острова, назвать этот остров маслом островом и передать этот остров этой девочке. Эта школа получила статус ресурсного центра за рамками образовательной программы, секции и кружки. Сейчас здесь обучаются 110 человек из 16 деревень. В пристроенном детском саду создали две дошкольные группы. Все условия нас удовлетворяют, очень хорошо. Ребенок научился считать, буквы знаем, хотя и нам только два года в спортзале занимаются. Показывают, какие зарядки они делают, как танцуют, песенки нам дома поют, танцуют, движения показывают. Таких образовательно-спортивных центров республики станет больше. В Чувашии в ближайшие годы планируют построить и реконструировать 32 школы. Уже ведется строительство новых объектов по улице Гладкова в столице и в Комсомольском районе. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов. Республика.